Вторая игра серии за третье место Чуша пробил через себя в падении, но галки-переход и не без труда смог отрести угрозу от своих ворот, переведя мяч на угловой. Хозяева ответили на это на второй минуте. Жуан выскочил один на один, пробил замторадзе, а Франи вынес мяч с ленточки. Четвертая и пятая минуты стали неудачными для новосибирцев. Сначала Рафаэль прыгал в борьбу к Феррау и тот в шести метров расстрелял Густаво. А в следующей атаке Афрани нашел на линии штрафной Сергея Чухрия, который в борьбе с Александром Плаховым пробил в дальний угол. 0-2. Сибиряк ответил на 16-й минуте. Умберто прорвался по левому флангу и отпасовал неприкрытому Юрию Бутрину, который сократил разницу в счете. Практически сразу гости сменили вратаря. В одном из столкновений замторадзе получил травму и его место занял молодой Сергей Логинов. Хозяева сразу же предоставили галкиперу несколько задач в виде опасных моментов, с которыми он справился. Второй этап начался по схожему с первым сценарием. На 27-й минуте Рафаэль проиграл борьбу Феррау и тот отправил ночь в дальний угол. Густаво тут же, как и днем ранее, стал подключаться к атакам. Но все попытки хозяев сократить разницу в счете разбивались о грамотно выстроенную оборону тюменцев и прекрасную игру вратаря. Однако на исходе 4-й 10-й минутки подопечным Тимура Олегберова все же удалось провести две голевых атаки. Оба раза гости совершили ошибки на своей половине поля, за что были наказаны. Сначала Сергей Иванов счет сократил, а затем Юрий Бутрин оформил дубль. 3-3. Сибиряк подгоняемым болельщиками бросился забивать и устроил настоящий штурм ворот Сергея Логинова, что за 2 минуты до конца вылилось в 4-й мяч. Сергей Иванов оформил дубль. Однако радость хозяев оказалась недолгой. Тюменцы выпустили 5-го полевого и сразу отыгрались. Денис Абышев забил такой важный для своей команды мяч. Дело перешло в овертайм. Первая же атака Сибиряка окончилась взятием ворот. Своё слово сказал ранее молчавший Умберто. Но удержать победный счет хозяева не смогли. В начале второй 5-й минутки Сергей Чухрий довольно легко восстановил паритет. Касается пятого гола, да, это усталость, потому что объяснить по-другому нельзя, когда идет перерыв и говорится, не надо прессинговать. Не надо прессинговать. Мы тут же бросаемся в прессинг и получаем гол. При том, что в позиционной обороне все там нормально было, никаких проблем мы не испытывали. Мы умудряемся броситься в этот прессинг один раз, неподготовленный, пропустить гол. Ну, кроме как усталость, я не могу это объяснить, поэтому мне это очень жаль. В итоге победитель матча определялся в серии пенальти. Промо Жана и точный удар Дениса Абышева вывели Тюмен вперед. Но уже в следующей паре хозяева счет сравняли. Александр Плахов развел мяч и вратаря по разным углам. А Афрани пробил Густава. Ферао и Умберто обменялись точными ударами. А вот автор выбора в составе Сибиряка Сергей Иванов угодил в штангу. Его тезка Чухрий свой шанс забить не упустил. Тюмен повела 3-2. Все было в руках Рафаэля, точнее ногах. Но бразилец даже не попал по воротам. Мы сегодня не забыли, и они все реализовали. Это все отлично, все пенал очень, поэтому они победили. Игра была, можно разделить на два этапа. Первый этап, когда мы, я могу сказать, контролировали, неплохо создавали моменты и были результаты. И, к сожалению, потом, когда мы начали уже выигрывать 3-1, к сожалению, многие подумали, что все уже игра решена, и мы выигрываем. И, к сожалению, со стороны молодых игроков произошли некоторые, были совершены некоторые ошибки, которые команда Сибиряк использовала, использовала 100% и сравняла счет. А с того момента игра, можно сказать, открылась. И, я думаю, что эти две команды были в несколько раз, и каждый мог отелевать до витрии. И обе команды имели очень много моментов, и очень много у каждого было шансов закончить игру с победой, достаточно с крупным счетом, поэтому игра была норма. Как итог, победа в Тюмени по пенальти. Третий и четвертый матч серии команды проведут в Тюмени 6 и 7 июня, соответственно. Смотрите прямые трансляции финалов на сайте Ассоциации мини-футбола России. Юрий Землянов и Дмитрий Шевченко. Специально для АМОФР.